Здравствуйте! Сегодня я хотела бы поговорить о том, как защитить своих детей от инфекций. В осенне-зимнем периоде наблюдается пик заболевания детей особенно, и это связано с некоторыми факторами. Первое. Детки начинают ходить в школу, в детские сады, закрытое помещение, большой контакт с людьми. Второе. Снижение влажности воздуха приводит к более ускоренному распространению вирусов и инфекций. И третье. Личная гигиена детей. Детки бессознательно прикасаются к губам, к носу, к глазам, что приводит к распространению инфекций. Почему детки болеют и какие детки болеют наиболее часто? На самом деле все. Это связано с не до конца сформированным иммунитетом у детей. Таким образом, все родители должны знать, как защитить своих детей в такой период. Первое. Опять же, мы возвращаемся к гигиене. Родители должны научить, как правильно мыть руки, когда нужно мыть руки, что мытье рук должно занимать не менее 30 секунд. При возвращении с прогулки необходимо мыть руки после кашля, чихания. Если же нет возможности пользоваться проточной водой, то возможно использование санитайзеров. Они также в полной мере защищают детей, чистят руки. Второе. Это вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Предотвращает заболевание вакцинация. Но даже если детки заболевают, они переносят намного легче и это снижает риск госпитализации. И самое важное. Это социальная ответственность родителей. Как профилактика заболевания. Если ваш ребенок заболел, изолируйтесь и вызывайте врача. Это защитит других детей и снизит течение болезни вашего ребенка. В каких случаях необходимо обращаться к врачу? Изменения в поведении. Ребенок слишком раздражительный или наоборот апатичный. Кашель длительный, отказ от еды и питья, боль в ушах, выделение из ушей, насморк, который долгое время не проходит, высокая температура тела в течение нескольких дней. Это повод насторожиться и обратиться к врачу. Таким образом, учитывая отсутствие высокоэффективных противовирусных препаратов и повышение устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам, лучшая защита детей – это профилактика респираторных инфекций. Настоятельно рекомендую не заниматься самолечением и обращаться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин